Все погляди сейчас, и, в частности, наши, прикуты до Крыма. Россия и Туречка поражают втрутиться в ситуацию. В Севастополе закрыли все школы, местные жители спрятались по домам, народ массово начал собирать трубы и гвозди. Тревожные звоночки, не так ли? Ну а наш Олег Крючков находился прямо в эпицентре событий. Абзац в Симферополе. Сегодня утром были захвачены все самые важные здания Крыма. Это Верховный Совет Полуострова и Совет Министров Крыма. Подъехали вооруженные люди на двух КАМАЗах и автобусе. Что-то занесли внутрь и забаррикадировались. Захват прошел молниеносно. В 4.30 утра над Верховным Советом и Советом Министров Крыма развивались российские триколоры. Свидетелями захвата стали пророссийские активисты. Всю ночь, с вечера они сами пытались забаррикадировать подходы к зданию парламента Крыма. Тихо, спокойно заходят маски. Молодые ребята, тихо. Это было так, что это всем ложится. Делайте то, что мы говорили. Все. Что они с вами говорили? Мы спрашивали, кто вы? Россия. Вы за кого? Я говорю, вы за кого, ребята? За Россию. А вы за кого? Мы за Россию. Значит, все. Мы свои. Они говорят, раз вы свои, помогите нам. Автобус подошел, и мы вот отсюда несли туда, до дверей. Это мешки, сумки. Это были, как они называются, как они, рюмзаки. Ребят, скажите, кто вы хотя бы, чтобы мы знали. Сейчас, ладно, я подойду. На какую готов подожди? Мы подошли к зданию Верховного Совета Крыма, попытались поговорить с теми людьми, которые его захватили, нам сказали не приближаться, будет огонь на поражение, и кинули шумовую гранату. Мы отходим. События развивались очень быстро. На окраинах города появилась военная техника. На въезде в Симферополь возле армянской трассы, со стороны центрального аэропорта, стоят 7 российских БТРов. С журналистами люди, сидящие на них, не общаются. Ребята, а что-то скажете нам, нет? Нет, отходите в саранку. Не что, давай, не баня. Все спокойно будет? Все хорошо. Все очень хорошо? Все очень хорошо. Постояли и уехали. Вернулись на расположенную рядом военную базу Черноморского флота России. Через полчаса с переговоров с захватчиками вышел премьер Крыма Анатолий Могилев. Добрый день. Что там происходит? На сегодняшний день говорить о том, что происходит в здании, я не могу. Я видел только одного человека, с которым разговаривал через разбитое окно в Верховном Совете Министров Крыма. Вот с ним я общался. Его лицо под закрытой маской, вполне здравый, нормальный разговор. Он записал мою фамилию, имя, отчество. Записал мою белье телефон. Что происходит в здании, не могу вообще. Визуально в здании разбито только несколько стеклянных окон в дверях. Вооруженные люди, которые называют себя силами самообороны этнического русского населения, пропустили в парламент Крыма некоторых депутатов, и там прошел президиум. Сейчас объявлена неочередная сессия. Вопрос один. Референдум и расширение полномочий Крыма. До каких пределов, неизвестно. На пленарном заседании будет вынесено первый вопрос о проведении всекрымского референдума 25 мая о расширении полномочий автономной республики Крым. Россия! 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 Пока депутаты собирались на сессию, к парламенту Крыма пришла большая группа пророссийских активистов. Около 4 тысяч. Требования у всех одни. Полная автономия Крыма пока в составе Украины. Возврат Конституции 92-го года. Проведение референдума. Мы должны сами решить судьбу Крыма. Крымские татары сегодня на площадь не вышли. Их лидер Рефат Чубаров призвал их остаться дома и соблюдать спокойствие. Данных о том, началась или нет сессия Верховного Совета, пока тоже нет. Журналистов здания парламента так и не пустили. Оказывается, заседание так и да было. И уже есть решение сессии. Правительство автономии одним махом отправили в отставку. И на 25 мая назначен референдум. Выбрали нового премьер-министра автономной республики Крым. Простите. Им стал Сергей Аксенов. И его первое заявление он признает действующего президента Украины Виктора Федоровича Януковича. Тема, цитирую, Крым обладает суверенной государственностью и входит в состав Украины на основании договоров. Ну, то есть это такая тема референдума, который будет 25 мая, как я сказал ранее. Что это означает для крымчан и вообще для всей страны, мы подробнее расскажем завтра. Ну, а тем часом Туреччина уже еде до Крыма в особи министра закордонных справ. Турки, запевняють, у разі потреби зможуть захистити своих братів-мусульман.